Илья, хочешь расскажи? Да, расскажи, чтобы у тебя лучше получится. Да, друзья, смотрите, значит, Олег делает матрицу винта. Это скоростной винт для скорости где-то порядка 200 км в час. Вот такой у нас город, такой веселый. Это галерея Лермонтова. А вдруг чудеса случаются? Это наш величественный Машук. Скоро будет все в зелени. Да? Да. Вот такие люди у нас жили. Купец первой гильдии, член Кавказского горного общества. На здание, построенное теперь на городу в 1909 году. Круто. А этот самый центр. Называется, как вы думаете, Цветник. Красота же. Всем привет, вы на моем канале Бегак ТВ. Я Александр, Бегак, конструктор-новатор. Создаю технику разную-разную. И у меня лучшая команда. Ставим лайки, подписываемся и смотрим, чем я живу. Потому что я рассказываю каждый день о своей жизни. Полетаем? Олег. Привет. Привет. Ну, расскажи, что ты делаешь. Полирую обратную сторону винта. Мы сделали одну сторону матрицы. Сейчас будем делать вторую сторону матрицы. Он прям блестит хорошо так. А это направляющий, да? Держится. Ну, расскажи поподробно, для чего это делается. Илья, хочешь, расскажешь? Да. Расскажи, что у тебя лучше получится. Да, друзья, смотрите. Значит, Олег делает матрицу винта. Это скоростной винт для скорости где-то порядка 200 км в час. Для большого самолета. Воскооборотистого, порядка 9 тысяч оборотов в минуту. Крейсерский у нас около 8 тысяч оборотов. И, соответственно, у него такой же и шаг. Ну, и так далее. Удлинение, и так далее. Чтобы у нас законцовка винта не пробила скорость звука и не рассыпалась. Да? Как об стенку. Если вы знаете. Да? Если знаете. Если не знаете, я могу отдельно посвятить этому сюжетик. Так вот. Для того, чтобы у нас были в запасе винты. Потому что винты, они часто попадают в них камни, трава и так далее. Надо иметь запас. Либо ждать, пока придется Алиэкспрессо. Либо еще откуда-нибудь. Да. Но мы делаем сами. Мы делаем винты из углеткани. И базальта. Он будет очень легким и очень прочным. Соответственно, у нас делается мастер-модель. Которая погружается в гелькоут. Сейчас мы делаем это вручную. Потому что дешевле. Значительно. И делаются такие бортики. Они вот здесь закругляются в итоге. Когда она собирается, чтобы не ломались. Потому что иначе гелькоут откалываются при разборке. Матриц. Они чуть-чуть подшкуриваются. И заливается. Укладка идет обычно в другую сторону матрицы. Которую он сейчас сделает. Потому что видите, здесь посадочные места сделаны. И она глубокая. Что еще сказать. Здесь еще будут отливные места. Вот здесь. Здесь будут проведены такие пластилины. Из пластилина. Из пластилина мы сейчас сделаем отводы. Потому что при сжатии матрицы создается давление порядка 20 тонн. И, соответственно, избыток смолы либо остается там и винт становится не той толщины. Либо он здесь по каналу уйдет в сторону за матрицу. И она будет правильная. Дальше матрица, чтобы напомнить хотел, матрица состоит. Вот это верхний слой. Вот я его могу здесь поломать чуть-чуть. Олег не поругает. Матрица идет. Она состоит из гелькота. Это очень прочный слой. После гелькота, видите, прозрачная смола. И стекловуаль. После стекловуали у нас идет уже... Вот стекловуаль. Вот так выглядит. Идет стекломат. Стекломат у нас имеет вот такую структуру. И он разжижается... У нас еще полиэфирная смолой. Таким образом, у нас создается толстая матрица. Порядка сантиметра толщиной. Которую можно и в случае надобности просушить. Прогреть, да, как говорится. После отверждения отдать. Или ничего с ней не делать. Но она позволяет под большим давлением с помощью болтовых соединений по периметру. Именно создать ту жесткость и выдавить лишний воздух из лопастей. За счет этого лопасти становятся очень прочными, надежными. И мы вам, может, тоже изготовить и продать. Да. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Если кому лопасти нужны, обращайтесь. Ну вот, друзья, такой замечательный день. Город Пятигорск. Музыка, встречи. И, конечно же, изготовление матрицы винта. Но самое главное, конечно, в самолете что? Чтобы костюмчик сидел. Нет. Чтобы винт крутился и чтобы самолет летел. Поэтому я вам желаю 7000 метров под килем. Это воздух в корабле, наверное, все-таки. А у нас 7000 метров над землей. И чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству успешных посадок или приземлений. Ставим лайки, подписываемся. И знайте, я каждый день рассказываю о своей жизни. Немножко, но, видимо, интересно. А может быть и нет. А это уже от вас зависит. Пишите комментарии. Завтра будет интересно. До завтра. Пока.